привет всем продолжая поездки что на одном месте долго не нахожусь давно была у меня идея проговорить кое-что интересное что не пришло в голову по поводу такого старинного фильма одного из наверное самых ранних из не самых ранней попытки помещения в полнометражном фильме мультипликационных персонажей и реальных мария мирабелла его впервые смотрел 80 каком-то году наверно году 82 было это моему в кинотеатре баррикады непосредственно близится зоопарка от московского с тех пор не помню наверное когда-то его показывали по телевизору но в общем я вчера решил от нечего делать его все-таки посмотреть и высказаться освежить память и сказать кое-что важное я нахожу не вчера мне эта мысль посетил вообще нашел там достаточно интересную мысль с точки зрения именно моносферы и мужской психологии там есть очень нетривиальный посыл этот посыл мне кажется в фильме центральный там есть как бы некоторые более общие вещи там такого общий дидактического характера можно найти отсылки там греческой мифологии можно найти крипто христианские вещи и принципе вроде как я прочитал говорят что очень слабо но вроде основано это на сюжете румынской сказки и тоже на всякий случай прочитал сказка во многом похоже на морозка то есть там две дочери в семье там значит настенька старикова морфушка старухина ну и дальше там у них в общем они проходят ряд испытаний проходит их совершенно по-разному одна получает награду вторая очень погибает вместе со своей мамашей кстати что интересно там в книге постоянно используется такая метафора видимо это румынская народная типа что значит у кого-то в доме петух поет а у кого-то курица поет то есть это означает кто в доме верховодит то есть постарька говорят что у него в доме поет курица интересно у нас сейчас такие очень все новое это хорошо забытое старое получается спасибо румынскому сказочнику ну в свою очередь понятное дело что наверное это писатель написал не сам придумал прям полностью из головы сейчас про сказку ими виду а он ее естественно основал на каком-то народном уже по все но я хочу именно сказать про то что вижу в фильме а фильм конечно сильно отличается что от сказки которые он якобы поставлен что отморозка что от всех остальных там что к нему приписывается чем ассоциируется центральная идея которую я честно говоря мне очень жаль что ни у кого из например воспитательниц в детских садах или там у школьных учителей ни у кого не нашлось ни времени ни ума чтобы прокомментировать этот вот именно этот фильм конкретно может быть даже поставить он какой-нибудь разбор на классный час и так далее на всякий случай я буду спойлерить вот не знаю стоит ли вам смотреть если вы не смотрели его никогда вообще марии мирабелло я думаю достаточно спойлеров сделаю что вам смотреть его будет не нужно но я думаю вы ничего не потеряете таскать впасть в детстве иногда тоже полезно особенно если вы на самом деле смотрели 40 лет назад у нас по сюжету лягушка да в общем то за ничего особенного он так собственно до конца и так по и не понял даже в конце фильма за что он всего лишь на всего говорит о себе некие вещи достаточно скромные то есть многие из скажем воспитатели детском саду или школьных учителей ну и других всяких авторитетных взрослых в советское время могли бы похвалить за это сказать что какой он скромный скромность типа да я да я кто да что я и это было сказка скромность к деревяшка а вы королевич вот примерно в таком тоне лягушка говорит о себе когда вскользь им а ему говорят спасибо с этого все начинается то есть его благодарят за то что он делает смысл в том что он не понимает что он делает то есть он не знает своей роли в природе он не знает что он делает полезного. И он не только ее не знает, он еще и говорит, что более или менее уверен, что пользы от него никакой нет. И странным образом, это парадоксальная вещь, которая не особо вписывается даже в христианскую трактовку. Можно трактовать такое поведение по-разному. Можно сказать, что ты молодец, ты такой скромный, такой скромный, такой скромный. С другой стороны, человек, ну или человек, это же понятно, что это метафора некого человека, условного, да, что герой не понимает, в чем его, собственно, задача и польза. Соответственно, он не понимает, где он может оказать кому-то поддержку, не понимает своей ценности, то есть у него буквально, в смысле слова, низкая самооценка, явно ниже заслуженный. И ладно бы, если бы у него просто была низкая самооценка. Когда у него обмен с фией состоялся, она просто, ну, не знаю, что она хотела сказать этим, она удивлена или возмущена, она ему сказала, что, типа, что ты говоришь неправду, от неправды вода замерзает, и в итоге у него замерзают ноги, то есть как бы ему пролетает наказание фактически за это. И, между прочим, весь фильм, лягушка там уверена, что именно фея его именно наказала. Если поразмышлять, что фея ведь вряд ли является, во-первых, создателем всех этих существ, она, ее называют феей леса, сейчас там, дальше там, если не забуду, то порассуждаю, на кого она, собственно, с кем она ассоциируется из мифологии, из известных. Но она не является создателем ни леса, ни вот этих всех существ, ни там, ни лягушек, ничего, ни воды, она просто, ну, особое создание, которое тоже живет в этом, ее тоже создали. И у меня сложилось ощущение, что она ничего не делала с этой лягушкой, ничего она ему не, ни к чему ему не приговаривала, никаких наказаний не назначала. Она просто констатировала, типа, что ты говоришь неправду, а от неправды происходят всякие нехорошие вещи с тобой самим. То есть она отсылалась к законам мироздания, которые выше ее самой, выше всего. Сейчас попробую перевести, что это... Понятно, что дело происходило в советский период, это же как бы Румыния совместно с СССР. Они не могли никак говорить про христианство, даже в таком очень скрытом виде. Поэтому максимум, на что у них могут быть отсылки, на что-то такое греческое, римское там, типа, где миф граничит со сказкой, скажем так, да, то есть не понимается миф глубже, чем сказка. Вот так. Он нарушает некий закон мироздания, то есть он совершает... По сути, он совершает преступления по отношению к себе самому. В общем, мне кажется, что то, что происходит с его ногами, в смысле замерзания льда, это отражение того, что у него происходит внутри, то есть у обычного героя или у человека такое происходит внутри. Он буквально становится не особо живой, не особо подвижный, он скованный, в буквальном смысле этого слова. Не может полноценно жить. И, собственно, если бы не его друзья, он просто бы умер еще в самом начале, там, да, сразу как только вмерз. Вот. Но вот друзья дают ему, так сказать, шанс что-то в себе поменять, там, да, оправдаться. И когда у него происходит некое озарение, не особо глубокое, но все-таки озарение произошло, то автоматически лед пропадает. Перевод на русский язык. Это не с ним сделали. Это не кто-то по отношению к нему взял и заморозил ему ноги. Это сделал он сам. И, скорее всего, речь идет не про ноги, как бы, да, нужно понимать, что это некое внутреннее состояние, когда герой полностью не раскрыт, себя не знает, не осознает, не знает своих ни сильных сторон, ни слабых сторон, ну, или там, по крайней мере, неравновесную оценку имеет о себе. Тут навевает сразу несколько родственных историй. Во-первых, естественно, это очень роднится с тем, что я, ну, как бы, не настаивая, опять же, на истине последней инстанции, но я говорил не так давно про собственную трактовку сказки о рыбаке и рыбке, что старик, по сути, совершает, ну, особого рода преступления против себя самого, и за это приходят определенные последствия. Здесь, в общем-то, очень родственная, на самом деле, идея закладывается. То есть, если посмотреть на него, в том числе, например, и христианские, но не так христианские, как, например, там у нас популярные священники любят там скромность воспевать и так далее, недооценка или презрение самого себя означает, что ты недооцениваешь или презираешь себе, во-первых, труд создателя, который тебя создал, то есть, ты фактически этим оказываешь просто неуважение к тому, кто тебя делал, хотя ты тоже есть чудо, в общем-то, да, и ты сделан по образу и подобию Божьему, это важно. И в том числе, поскольку это создатель, то часть его присутствует в тебе, поскольку он присутствует везде, и не уважая самого себя, парадоксальным образом, ты не уважаешь создателя, ту его часть, которая вложена лично в тебя. И это преступление против самого себя, которое влечет достаточно тяжелым последствиям, если перевести этого героя в реальную жизнь, скажем так, представить себе мужчину. Мне почему-то видится именно мужчина в этой роли, то есть, кого изображает Клаки? Он изображает типичного, более-менее, мужчину, который просто не знает себе цену, не понимает своей роли, его уверили в том, что он бесполезный, и он интернализировал эту мысль, он в нее верит сам, он с ней согласен, и как бы считает себя, в общем, просто занимающим чье-то место. Тот, кто бесполезно коптит небо, что называется так, то есть, есть я хорошо, нет, ну, тоже хорошо. Вот кто такой, Клаки, вот что с ним происходит. А там момент, когда он с феей встречается, просто становится неким катарсисом, да, то есть, его, то есть, его вот это самоуничижение переходит в некую грань разумную, да, и за ней наступают последствия. Еще раз говорю, мое впечатление, что это делает не фея, это на нем срабатывает закон мироздания. Собственно, фея ему об этом тонко очень говорит, я не в состоянии, я, честно, во-первых, не находил никогда румынский вариант, интересно было бы сравнить какой-нибудь хороший перевод, именно, может быть, там был бы подстрочник, более информативный. В русском варианте она говорит ему, что ты говоришь неправду, а от неправды вода замерзает. То есть, она не говорит об этом, как о том, что сделает она, что она заморозит воду за то, что он сказал, и за то, что он думает, так и так далее. Она говорит, что это происходит само по себе, то есть, это закон мироздания, и, в общем, это и происходит. И, по большому счету, путешествие к этой самой фее, в общем-то, было достаточно бесполезным для этого, для лягушонка, потому что она все равно ничем не могла бы ему помочь. В лучшем случае, она могла бы выступить ему как, не знаю, как психотерапевт и подвести его к некому переосознанию. И, в принципе, так косвенно и происходит. Их отправляют за водой, он проявляет свой суперскилл и вдруг осознает, что, оказывается, он тоже кое-что в этой жизни умеет. В общем, у него есть предназначение. И что-то, в чем он разбирается, что он хорошо умеет делать, чем он может пользу приносить. Опять же, не фея его расколдовывает. Это происходит само собой. То есть, как только у него это осознание наступило, то он полностью разморозился или отморозился. Разморозился будет лучше, наверное, звучать. Оттаял. В буквальном смысле этого слова. Оттаял. Вот со стариком, например, в сказке «Рыбаки и рыбки» так не происходит. А с лягушонком в этой сказке происходит. Мне кажется, это довольно важная мысль, которую по-хорошему нужно было бы доносить в понятной форме. Чуть-чуть, развивая мысль, можно донести это и до детсадовского возраста и тем более до младшего школьного и уж тем более это должны более или менее осознавать взрослые люди. Что такое отношение к самому себе, оно деструктивно и по отношению к самому себе и по отношению к окружающему миру. Из этого куча всяких нехороших последствий идет и собственно сейчас я финал посвящу тому, что я кратко скажу это же я только про лягушку сказал, а мне кажется там в общем все герои на самом деле какие-то закодированные. Я думаю, что на самом деле автор сценария скорее всего что-то свое там кодировал, писал, но я могу попытаться угадать в меру своих субъективных воззрений. Троица там собрана не просто так. Ну так бы там много много дихотомий показано, там например ну понятно папа-мама две девочки явно они хотели бы в оригинале конечно снять наверное девочку и мальчику, чтобы по-настоящему был контраст, поэтому одна девочка одета, что называется, полностью ведет себя по-мальчишески, одета по-мальчишески, изображает в общем вот если взять для сравнения советской этот Маша и Витя, да, там есть киновариант Маши и Витя, есть на пластинке на советской там как бы Маша и Витя они там полные были дихотомии противоположности, там Маша верила в сказки Витя не верил ну это мальчик-девочка понятное дело в общем такой типа голос разума и значит такое мистическое сознание типа того и вот они друг с другом контрастируют здесь почему-то они мальчика брать не стали ну в общем виртуального мальчика играет девочка которая говорит по-мальчишески там делает по-мальчишески такая в общем грубоватая рисковатая говорит то, что думает применяет силовые методы да такая вот ну прямая как палка то есть показан в общем-то мальчик такой немножко карикатурный надо сказать но только немножко наверное в Румынии просто меньше стебались над над мальчиками чем это происходило в СССР три героя три героя даже непонятно где происходит дело то есть в конце показывают что они все проснулись то есть типа они спали у Марии Мирабелло был один сон на двоих в общем что-то такое странное понятное дело то, что происходит во сне да это значит проекция реального мира на бессознательное то есть закодированным мистическим образом закодировано то что у них происходит в обычной жизни в конце они когда переходят из этого вот сказочного мира в реальный мир да то мы видим собственно кто был кто да и кто что символизирует ну из крупных героев да то есть оказывается что лесная фея это мама да а значит король король часов типа это папа вопрос а что кто означает что эти кто такое лягушка это кого он показывает кто этот светлячок и кто это бабочка и мне ну так вот самое разумное что мне в голову приходит ну на мой взгляд разумное что лягушка это папа это папа это классическое отношение мужчине к себе очень распространенные вот в этом вот нашем белом миллиарде когда действительно мужчины не понимают то есть их настолько растоптали втоптали в грязь что они действительно не понимают зачем они нужны максимум они считают что они нужны пока они проносят какую-то конкретную физическую пользу то есть там зарабатывают деньги не знаю там могут что-нибудь делать что-то особенное да если он вдруг не может этого делать то в общем на этом его ценность и теряется между прочим у лягушки так и остается то есть как бы если бы не польза то он бы так и не понял в чем его собственно ценность то есть он только один аспект вскрыл о себе практическую от него пользу конкретную это чисто мужское представление поэтому мне кажется что лягушонок это проекция их папы причем поскольку там сильно показаны так ярко зарисовка сделана про отношения дети-родители то я из этого заключаю что так ощущает себя папа в роли воспитателя детей он не понимает зачем он нужен он не понимает чем его ценность он не понимает что и как он делает даже когда он делает на самом деле он все равно не понимает что и как он делает так что я думаю что кваки это закодированное представление отцовства в нашей вот культуре и это очень согласуется с советской культурой да ну и с современной постсоветской которая в этом смысле ничем в общем не поменялась Дальше, бабочка, которая не умеет летать Бабочка, которая не умеет летать Ну, навевает, конечно, мультик Гагарин Гениальный совершенно мульт Ну, в общем, то есть некое существо У которого вся суть в том, что он делает что-то, некое действие И именно этого действия он делать и не может Вопрос, кто это? И мне, в общем, ничего не остаётся, кроме как предположить, что это мама И поскольку у папы вот эта лягушка, эта проекция на его отцовство То я могу заключить, что вполне вероятно Бабочка, которая боится летать, это мама Которая боится быть мамой Даже несмотря на то, что дети у неё по факту уже есть Как бы она боится проявлять себя как мама Она какая-то... я не знаю, что именно она делала там в реальном мире Она скованная Она боится проявлять свои чувства Боится сделать ошибку Боится быть похожей на своих родителей Что-то она боится делать Ну, в общем, я думаю, что она боится быть мамой И в конце там, опять же, её подводят к тому, да Что она как бы делает это неосознанно Делая в это время что-то другое То есть как бы её прорывает И вдруг оказывается, что она может это делать Тоже умеет, да Потому что это... ну, это естественная вещь Для бабочки... как для бабочки летать Вот настолько же это естественная вещь То есть Я для себя перевожу, что Скорее всего, бабочка — это проекция мамы В реальном мире У которой тоже есть проблемы с воспитанием С восприятием себя В качестве матери Мне так кажется Ну, просто это самое логичное, простое Что можно извлечь И, наконец, третий герой — светлячок Непонятно, как бы, что он тут, чего назначает Ну, скажем так, это слабая гипотеза Но я всё-таки её выскажу Там, когда вот эта финальная сцена происходит Там, что, типа, нужно поставить чайник Там и всех вылечить Там все простудились Чайник странным образом стоит на совершенно обычной кухне Ну, ладно, в Советском Союзе таких кухонь не было, да Но, видимо, в Румынии были Поэтому к нам завозили румынскую мебель А в обратном направлении нет На обычной газовой плите И кончается тем, что они фактически зажигают Типа спичек нет Электроподжиг тогда ещё не забрели, видимо А, значит, зажигает этот светлячок То есть дело происходит на кухне Делает это мама Дело имеет отношение к очагу Внутри дома И светлячок его зажигает Что это такое, вопрос? Кто этот светлячок, который зажигает домашний очаг? Ну, это какая-то духовная искра, видимо Божественная искра, я так думаю То есть Это то, без чего Грубо говоря, то, без чего нет дома Что-то волшебное, магическое Или околоволшебное, околомагическое Без чего нету дома Где нет здоровых детей Нет там заботливой мамы Ну, папа где-то на фоне Ладно, понятно Сейчас про папу тоже два слова скажу В общем, светлячок, мне кажется Ну Надеюсь, это не будет Совсем уж прям перебором Ну, в общем, скажем так Это Если в христианской В христианской парадигме мыслить То это Святой Дух В общем Его частица Которая должна присутствовать в этом Да, она оживляет все это То есть делает из здания Дом Место, где живут люди Да Просто из набора Камней Там Бетона И деревяшек Делает то, где живут люди То есть не здание Не дом как здание А дом как место, где живут люди Вот что такое светлячок И то, что он загорается В общем-то Ну Для него нормально Для этого конкретного светлячка То есть когда он один раз Это поджег Да То дальше как бы Людям только нужно Ну, глупости не делать И оно будет жить Такое устройство мироздания То есть это Как я понимаю Это тонкий намек Что Чего-то в этом доме не хватало Видимо Да И поэтому по сне Оно было дорисовано Вот таким образом И собственно С точки зрения Кого На кого ассоциируются Люди же оперируют такими Не то, чтобы они Специально задумывали Например С кого рисовали Папу и маму Я имею в виду В качестве магических персонажей Я не обязательно думаю Что Режиссер Или там автор сценария Намеренно Что-то кодировали Там Это просто Тот случай Когда это могут быть Реальные архетипы То есть Вот Папа Заведует Всеми часами Можно трактовать это В буквальном смысле То есть Папа занимается Какими-то точными науками Механикой Он инженер Что-то еще И так далее Может быть Но если подумать То например Кто у нас Из Мифологических персонажей Заведует Временем Сатурн 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 Пожирающий Своих детей Вот кто такой Персонаж Который заведует Временем Лишний раз Указывает на то Как что у него Ну скажем так Мягко У него Некоторая дистанция С детьми Который неплохо Было бы сократить Но для этого Нужно Вот этого Внутреннего Сатурна В общем Вывести его Что называется На свет Из тени Отсылаясь На большую книжку Я про нее Много раз Уже говорил Джеймс Холлес Под тенью Сатурна Там Вот эта тема Там В основном Конечно Властный Аспект Делается Но Здесь тоже Властный Аспект Я думаю Присутствует Косвенно И Мама Если у нас Папа Сатурн Кто у нас Мама Ну Она Показана Не какой-то там Богиней Да Не колдуньей Она Типа Фея Лесная Лесная Фея И вокруг нее Еще окружающие Какие-то Виртуальные Дети Которых В общем В реальном Мире У нее Нет Но Это кто-то Уровня Нимфы Примерно Может быть Дриада Например Можно Было бы Наверное Рискнуть Назвать ее Артемидой Который Вообще Детей По определению Быть не Может Вот А эти Соответственно Четыре Времени Года Это ее Свита То есть Свита Из нимф Может быть И так Но В общем Кто-то Вроде Нимфы Древесной Такой Лесной Нимф Вполне Себе Подойдет Между Врочем Четыре Времени Года Которые У нее Странным Образом Она Так К ним Относится Как будто Это ее Дети Они Как раз Очень Подходят Как дети К Мастеру Часов Потому Что Он Управляет Временем Времена Года Это явная Производная От Времени Вообще Поэтому Как раз Его Дети Скорее Всего Такое Отношение К ним Мама Имеет В общем Сложно Сказать Ну Это Какие Архетипы Быстро Приходят В голову Наверное По героям Все что Хотел Сказал Лишний раз Скажу Наверное Под завершение Еще раз Фокусирую Все таки Я думаю Что центральная Мне кажется Линия В этом сюжете В Марии Мирабелле Центральная Линия Это Внутренняя Трансформация Кваки То что С ним Происходит В начале В середине И в конце И мысль Которая Там Заложена Что Именно В сквадке Случилось Она Очень Очень Нетривиальная Ее бы Многим Мужчинам Которые Себя Потеряли В жизни Или У которых Низкая Самооценка Им бы Это Стоит Скажем так Может быть Стоит В терапевтических Целях Мультик Все таки Посмотреть Потому что Такое Отношение К себе Странным Образом Это не Просто Ну Недооценка Не Просто Не просто Там Плохое Отношение К себе В этом Есть Преступление Против Мироздания Это Некое Ну В общем-то Определенной Степени Криминал Криминал Которым Вы в итоге Накажете Сами себя Если Не Осознаете Этого Момента То есть Это Нужно Осознать Действительно Что Непросто Потому что Огромная Куча Людей Говорит Вам Что Вы Никто Звать Вас Никак Вы Вообще Не нужны Вообще Лишние Тут Да И Нахрен Была Всех Отправить Среди Всего Этого Осознать Что Ты Во-первых Ценен Во-вторых В тебе Есть Божья Искра В-третьих Ты Приносишь Пользу И Принцип Даже Если Не Приносил Все Равно Ты Имел Ценность Это Очень Все Непросто Это Требует Некоторого Поворота В Самовосприятии И тут Тоже Надо Не Перегнуть Палку Потому что Можно Слишком Высоко Взлететь И начать Себя Оценивать Что Ты Помнить Что Ты В общем Лягушка Можно Тут Усмотреть Тонкий Намек У нас Сказка Называется Царенная Лягушка Западный Вариант Там же Принц Лягушка То есть Можно Сказать Что Лягушка Которая Мультики Показаны Тот Самый Западный Принц Лягушка Который Вообще Человек Если С ним Кое-что Особенное Сделать То Он Станет Человеком В общем Центральная Мысль Под заключение Так Скажу Что Нельзя Полностью Реализовать Себя Нельзя Иметь Полностью Свободу Для Действий И Нельзя Полностью Раскрыть Свой Потенциал Если Не Понимать Ценность Самого Себя Ценить Самого Себя В том Числе Как Некий Подарок Мирозданию Который Сделал Кто-то И Относиться К самому Себе Плохо Это Вообще То Презирать Мироздание И Создателя Который Все Это Сделал Вот Такая У меня Мысль Вертелась По Поводу Марии Мирабеллы Кваки И Всех Остальных Которые В этой Мультики Присутствуют В общем Кто не Смотрел Не знаю Может быть Вам стоит Потратить Время Посмотреть Пока Счастливо Ссылочки Оставляю Что Вспомню Услышимся